Я сказала, что это связано с выборами, это связано с тем, что с 2000 года, а в 2000 году он обнародован план мероприятий по ликвидации Коммунистической партии Казахстана. На вопрос, ну вы же до сих пор работаете, я говорю, это знаете, это, наверное, благодаря Назарбаеву, потому что у него такая смена, там за каждое мероприятие, исполнение каждого мероприятия было поручено определенному лицу. Но так как руководство и в министерствах, и в правоохранительных органах претерпевает бесконечные изменения, то этот план, ну, притворяется в жизнь так поэтапно. Примеры. Я ему сказала, что на протяжении всех этих лет подвергался дискриминации, гонению, вплоть до физического уничтожения наш первый секретарь Серегболсен Абдельдаич Абдельдин. Наш второй секретарь Тален Мухаммедеевич Тахтасынов вынужден уехать за границу и уже несколько лет вот живет за границей, в отрыве от семьи, и вынужден был бросить свой бизнес, которым он занимался. В этом плане предусматривалась дискредитация лидеров областных филиалов Красного Пояса. Это Уральск, Северный Казахстан, Кустанай, Кобчетав и еще там какие-то области. В этом плане предусматривалось отслеживание финансовых потоков, извините, коммунистической партии. Поэтому у нас нет спонсоров, потому что шло такое выяснение, что их сразу отсекали. Ну и много других. А самое главное, что заключительным этапом этой работы было создание клона нашей коммунистической партии. Это коммунистическая народная партия. Вот она создана и она действует. Спасибо.